Ребята, вот видите, как раз полиция слева. Они арестовали иммигрантов, которые приехали с просроченными визами. Прямо все на моих глазах это случилось. Я так думаю, у них польские визы, по которым они приехали сюда, в Словакию, в Братиславу. И вот сейчас они будут ругаться, кто-то уже кричит. Не знаю, чем это закончится, но, скорее всего, депортация. Перепроверяйте свои контракты, свои визы в вашем паспорте, чтобы это были настоящие визы, а не фальшивка. Потому что видите, чем это все может закончиться. Я нахожусь на вокзале в Братиславе. Мы ждем поезд в Чехию, в Прагу, а потом в Румынию. Третья страна в списке безвизового въезда на территорию США и Канаду, также Австралия и Британия. Что сказать? Вот этот вокзал мне очень напоминает вокзал в Симферополе. Все очень похоже. Дома похожи на российскую глубинку, но дороги очень классные. Все чисто. Грязи я не увидел. Народ позитивный. Цены ниже, чем в Венгрии, из которой я приехал буквально 10 минут назад. Зарплаты по уровню Евросоюза здесь говорят, что не очень высокие. Я смотрел в таблице. Самые минимальные – это 350 евро, максимальные – 2500-3000 евро. Это доктора, юристы и так далее. А средние – где-то 1200-1500 евро. Но это в лучшем случае. То есть из-за этого это направление непопулярное. Люди сюда не едут работать. Что заметил? Очень хорошо все понимают на русском языке. Так же, как и в Польше, так же, как и в Венгрии, и в Чехии. То есть вы даже с нулевым знанием английского языка – я, кстати, забываю английский, находясь в этих странах – можете общаться по-русски, вы будете их понимать, они будут вас понимать. Примерно 20-25% слов очень похоже. Если вы не знаете русский, учите русский, точно не пропадете в этих странах. Аренда жилья. Прямо в центре вот 350 евро в месяц. Цены на 20% ниже, чем в Москве. Чуть-чуть пониже даже, чем в Чехии. Однако вот тут у нас в группе и в Ютубе есть любители яичницы, там, яйца. Они говорят, что яйца в 2,5 евро – это дорого. Наверное, я не знаю, я яйца не ем, а все остальное – там молоко, хлеб, мясо, сыр. Ну, намного дешевле, чем в Москве и вообще в России. Вы можете просто взять и посмотреть. Еще чем хороша эта страна, здесь бесплатное образование для граждан Украины, Белоруссии и Молдавии. Здесь 5 очень крутых университетов. Есть дипломы, которые кассируются во всем мире, в том числе и в Америке, в любимой Америке. Однако для российских граждан и СНГ, Средняя Азия, вам придется заплатить от 1000 до 8000 евро за обучение в год. Я считаю, что это тоже недорого. Диплом везде котируется. Закончив здесь учебное заведение, можно спокойно работать во всем мире и зарабатывать. Скажу, что народ дружелюбный реально, потому что сейчас познакомились с парнем. Он тоже блогер, так же, как и я, снимает видео, путешествует по миру. Отец у него вообще вьетнамец, мама из Словакии. Купил мне билет. У меня просто не было наличных за 70 центов. Здесь автобус стоит на 15 минут 70 центов, меньше евро. И я им говорю, давай я тебе отдам наличным. Он говорит, где я, типа, 1000, ой, а 1,4 евро тут, говорит, бутылка воды стоит, хотя, конечно, не так. В общем, с меня денег он не взял. Познакомились, отправил его в нашу группу. Кстати, у нас в Инстаграм уже 100 тысяч человек. Это реальные люди, которые реально комментируют, предлагают какие-то новости. В общем, это очень здорово. Гражданство здесь получают не так быстро, как в Румынии. Допустим, в Румынии это можно сделать за год. Вообще, если вам интересна Румыния, то подождите несколько дней, я буду в Бухаресте. Поеду специально для того, чтобы показать вам, каким образом получается румынское гражданство. Все мои друзья, знакомые из Москвы, из Молдавии, из СНГ уже получили паспорта. Этот паспорт получается за год. Они сейчас входят в Евросоюз, но пока не входят в Шенгенскую зону. В этом году планируется вход в Шенгенскую зону. Они будут полноценными членами из списка ЕСТА. Это без визы в ЕСТ США и ЕТА. Это без визы в ЕСТ Канады. Этим нужно пользоваться. Так что я думаю, что это классно. Использовать то, что лежит прямо под ногами. Обращайтесь, подскажем, поможем. Ну и побольше. Будем сделать с Женей вебинары. У нас много людей заинтересовались Польшей, потому что из Польши можно спокойно поехать уже в любую другую страну Евросоюза на три месяца поработать даже с минимальным уровнем английского языка, не говоря уже о немецком и других языках. Это может быть Франция, Швеция, Норвегия, Германия и так далее. Ну и самое главное, это второй паспорт, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!